И первый доклад у нас Корсун Владимир Иванович. Добро пожаловать в поприветствующий докладчик. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Я, как уже было сказано, представляю Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры. Вчера Владимир Филиппович, который отправил рабочую часть нашей конференции, сделал сразу доклад, он сразу винулся в бой. Ну, я хотел бы, может быть, немножечко сказать о Донбасской академии и городе Макеевке. Почему так? Донбасс, академия, город Макеевка. Наверное, молодые люди меньше знают об Украине, о Донбассе. Ну, Донецк и Макеевка – это два города, которые слились воедино, границы между ними условные. Это сплошная городская агломерация, общее число население где-то полтора миллиона человек. Это очень большие по площади города, потому что планировка была стихийна, шахта-поселок, шахта-поселок, потом объединили все это в отдельные территории. Но центры городов Донецка и Макеевки находятся очень близко. Если взять за точку отсчета площадь Ленина в Донецке и площадь Ленина в Макеевке, то между ними расстояние по прямой, прямая дорога связывает 13 километров. Наша академия располагается ровно посередине, то есть 6,5 километров от одного памятника Ленина и 6,5 километров от другого памятника Ленина. Но относится территориально к Макеевке большинство студентов – дончане, большинство преподавателей – дончане. Поэтому Донбасска – Национальная академия строительства и архитектуры. Мы живем в довольно крупном промышленном регионе, поэтому в нашем регионе присутствуют разные здания и сооружения. Буквально все, что можно было создавать, у нас присутствует. Даже есть недостроена атомная электростанция. Ее пытались строить в городе Зугрессе, там, где была построена одна из первых электростанций по Ленинскому плану Гойл-Ро. Но Чернобыльская авария поставила крест на этом строительстве и осталась недостроена атомная электростанция. А так у нас есть все основные типы сооружений, основные типы зданий, которые эксплуатируются в разных условиях. Основное научное направление нашей кафедры, я представляю кафедру железобетонной конструкции, которая развивается в течение примерно 40 лет в тесном сотрудничестве с специалистами из России, это исследование напряженного деформированного состояния и развития методовращих счета железобетонных конструкций зданий и инженерных сооружений на сложное сочетание силовых, температурных и влажностных воздействий. Насколько это важно, вчера уже доклады, которые некогда прозвучали, они касались температурно-влажностных воздействий. В частности, был доклад коллеги из Белоруссии, из Бреста, там были проблемы, связанные именно с климатическими воздействиями. И я так понимаю, что использование ячеистых бетонов, именно панелей из ячеистых бетонов, которые свойственны очень высокая усадка, особенно если они не выдержанные сразу после завода-изготовителя, поступают на строительную площадку и монтируются на остальные конструкции каркаса, вот там разные деформации по знаку привели к образованию тех проблем, тех трещин. Вот был доклад Сергея Борисовича по поводу дымовых труб, те же самые проблемы, связанные с температурно-влажностными воздействиями. Я так понимаю, и одной из причин разрушения днища бассейна, которую вы вчера демонстрировали в процессе испытаний, это было также набухание, это слаживание деформации бетона после образования системы трещин в процессе испытания, которые создали дополнительно сжимающие напряжения в бетоне и привели к временному разрушению, ускорили процесс разрушения. Также был доклад из представителя вне железобетона по поводу конструкции жилого дома, разрушения, то же самое температурно-влажностные воздействия, климатические, которые приводят к таким повреждениям. Но существует целый класс сооружений, где температурные воздействия являются неотъемлемой частью их технологического цикла. Это сооружения энергетического комплекса, энергетики, дымовые трубы, вентиляционные трубы, градирни, защитные оболочки атомной электростанции, а также целый ряд ямкостных сооружений. Это силосы, бункеры и так далее, резервуары. И именно для этих сооружений температурные воздействия важны. Они существенным образом изменяют напряженно-деформированное состояние этих сооружений. Это напряженно-деформированное состояние, оно не постоянно, оно переменно во времени. Это важно грамотно учитывать при проектировании конструкции. Ну я, так сказать, кратко скажу, значит, на уровне общего представления, как влияет температурное воздействие на конструкции. Как правило, температурное воздействие прикладывается в виде температурных перепадов. Трудно найти конструкцию равномерно нагретую. Обычно насторонний нагрев и температурный перепад. Так вот, если рассмотреть элемент прямоугольного сечения, более нагретая сторона, менее нагретая сторона, так вот перепад в 30 градусов приводит неизбежно к возникновению трещин на менее нагретой грани за счет температурных усилий. Эти трещины, невозможно их избежать, за исключением только лишь преднапряжения. Но преднапряжение в монолитных сооружениях, оно нереализуемо, поэтому, как правило, все эти сооружения работают с трещинами. Трещины-то не всегда плохо. Трещины снижают жесткость, снижают усилия. Это надо грамотно учитывать. Главное, чтобы эти трещины имели ограниченное раскрытие, допустимое раскрытие. Далее, температура нагрева, допустим, до 200 градусов Цельсия, это тот диапазон, для которого допустимо применение обычных тяжелых цементных бетонов, приводит к увеличению температурной усадки в 2-2,5 раза по сравнению с обычной усадкой в условиях нормальной температуры. Ползучесть возрастает в 3-4 раза. То есть это факторы, которые необходимо учитывать и которые должны быть учтены в расчетных моделях таких сооружений. Не учет этих факторов приводит к серьезным ошибкам. Мы, специализируясь на таких вот задачах, естественно, неизбежно, мы большое внимание уделяли сооружениям башенного типа, о которых я говорил. И у нас на базе нашей академии, на базе кафедры железобетонной конструкции, был создан специализированный научно-производственный центр, специальное высотное инженерное сооружение. Этот центр уже действует более 20 лет. Вот в 2012 году, когда было ему 20 лет, мы посчитали, сколько мы объектов, так сказать, на тот период обследовали. Ну и сошлись на цифрах, что, допустим, дымовых труб разных конструкций, железобетонных, кирпичных, металлических разных конструкций, мы обследовали на тот период, это было уже более 450, и принимали участие в разработке проектов. На сегодняшний день это около 500 уже таких объектов. Плюс там десятки силостных корпусов, десятки градирин, включая металлический каркас, железобетонный каркас и так далее. Вот эти объекты, они показаны. Вот объекты, на которых мы работали. Ну и естественно, что производственное здание, разная конфигурация, разная конструктивная схема, это тоже объекты для нас, как бы считались, рядовые объекты, на которых мы работали, которые мы восстанавливали, и в отношении которых имеем определенный набор знаний. Наша академия проводила, то есть я покажу, значит, вот отдельно, то есть как бы в дополнение к иллюстрации, которую приводил Сергей Борисович Шматков вчера в докладе, повреждения дымовых труб. Есть серьезнейшие повреждения, особенно когда это касается дымовых труб, на коксохимических производствах, вот сквозные, видите, дыры, которые происходят, которые повреждения в таких сооружениях. Вот тоже дымовые трубы. Значит, есть своя специфика, которая требует определенного учета при их проектировании, при их ремонте, при их реконструкции. Кирпичные дымовые трубы в предприятии жилищно-коммунального хозяйства. У нас на Украине большая проблема с природным газом, высокая стоимость, поэтому пытаются его экономить. Ну и как экономят? Задают такие рваные ритмы режима эксплуатации дымовых труб на котельных. Ночью, зимой включают их, все котлы на более полную мощность, так днем отключают. Рваный ритм, плюс низкая температура отводимых газов, естественно, что точка росы реализуется уже в кладке, поэтому кладка в таких трубах, как правило, она рыхлая, она разрушается. Это большая проблема для дымовых труб, которые имеются на котельных предприятиях Украины. Есть другие повреждения, связанные с изменением температурных условий эксплуатации, когда попытались на городском коксовском заводе использовать температуру отводимых газов от коксовых батарей, а там температура 350 градусов Цельсия, решили сделать благое дело, построили мини-теплоэлектростанцию, и часть дымовых газов от этих дымовых труб вначале завели по отводным газоходам на котлы мини-теплоэлектростанции, а потом завернули опять в дымовую трубу. В связи с тем, что этот период ввода в работу теплоэлектростанции затянулся, и в течение года было 45 циклов пусков, 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 остановов. В этот период в течение 15 минут температура газа в трубе менялась от 350 градусов Цельсия до 60, потом опять поднимается до 300 градусов, в течение 15 минут. Представляете, тепловые удары знакопеременные. Это неизбежно привело к таким разрушениям кладки, и пришлось принимать меры по усилению таких сооружений. Причем трубу невозможно было остановить. Дымовая труба, обслуживающая коксовую батарею, запускается на 25 лет. Столько служит батарея, 25 лет ее остановить невозможно. И вот в этом случае, когда температура газа 300 с лишним градусов, нужно было принимать решение и реализовать по восстановлению таких объектов. И, в общем-то, эти задачи были решены успешно. Были примеры усиления железобетонных дымовых труб, когда были дефекты бетонирования. Ярус бетона с низкой противостью изначально, температурное воздействие, это повышенная ползучесть, и начала труба крениться, то есть выдавливаться здесь бетон за счет чрезмерной деформации, потери устойчивости продольной арматуры, и труба начала крениться вот в направлении, где был дефектный ярус. Оперативная была наша реакция, мы разработали проектное решение, сделали обойму усиления, и трубу в этом положении зафиксировали. Уже 16 лет с того момента прошло, работает исправно, проблем нет, и так далее. Был у нас опыт ремонта градирин на Зуевской электростанции. Значит, вот самая высокая дымовая труба на Украине высотой 330 метров, и две градирни высотой по 150 метров. Были проблемы, связанные с сквозными повреждениями. Вот верхняя часть вот на этом снимке, у них видно белые потеки, это в зимний период, это наледи сосульки, которые были следствием сквозной фильтрации конденсата наружу, и разрушения. Отдельные сосульки были весом по полтона, когда обрушались вниз, там были серьезные проблемы. Поэтому вот мы разработали технологию ремонта на высоте, восстановление. В общем-то, эти градирни были отремонтированы при нашем непосредственном участии по нашим технологиям, которые мы разработали. Наша Академия являлась организатором проведения целого ряда научных конференций «Башное сооружение материала, конструкции и технологии». До, еще в советские времена, последняя конференция, которая посвящалась таким объектам, проводилась у нас же в Донбассе в 1990 году. Она тогда была посвящена монолитным высотным зданиям, и вот дымовые, вентиляционные трубы и сооружения «Башного типа» проходили как бы составная часть этой конференции. Потом была пауза. Вот мы в 2001 году возобновили эту практику. К нам съехались представители из разных стран. Была представительная делегация из России, ну, естественно, Украина. Были из Польши, с Германии, с Белоруссии. В общем-то, и потом эти конференции стали, в общем-то, регулярными. До 2011 года, в 2013, то есть мы по нечетным годам. В 2013 году у нас конференция проходила в конце ноября. У нас в конце ноября, вы знаете, начался Майдан очередной, поэтому актуальность, так сказать, отпала. В этом году, в 2015 году, по известной причине, мы пока тоже делаем паузу. Но в будущем надеемся продолжить эту работу в этом направлении. Значит, собирались на эти конференции довольно представительные, значит, делегации разных творческих коллективов, и, в общем-то, обменились опытом в части проектирования, технической диагностики, ремонтов, реконструкции таких сооружений. На базе нашей академии был создан общественный координационный центр по башеным сооружениям Украины. Ну, в общем-то, он базируется, его комитет в нашей академии, в Макеевке. А региональное представительство, как бы, периферия, да, это Киев, столица Украины, Харьков, это первая историческая столица Украины, далее по списку Львов, Запорожье, Одесса и Симферополь, в то время автономная республика Крым. В общем-то, опыт накоплен у нас немалый, и этот опыт наш был востребован. В 1989 году мы по заказу Министерства черной металлургии Советского Союза разработали руководящий документ руководства по эксплуатации промышленных, дымовых и вентиляционных труб. В 1993 году он был утвержден в таком виде. Этот документ был ориентирован на технический персонал, который занимается обслуживанием высотных сооружений, дымовых и вентиляционных труб. На базе этого руководства в последующем были изданы правила безопасной эксплуатации промышленных, дымовых и вентиляционных труб, о которых вчера было сказано, что их отменили в прошлом году, к сожалению. И там целые разделы этого руководства вошли в те правила, но уже без нашего авторского участка. Хотя я писал многие эти разделы в свое время, и я узнавал текст, написанный моей рукой, в моем стиле. Теперь я вернусь, собственно, к той задаче, той проблеме, которую мы решили обозначить в данном докладе. Здесь проблема касалась именно анализа конфликта температурной деформации технологического оборудования, турбоагрегата, и опорных стоятельных конструкций фундамента, монолитного фундамента. Вот Зуевская электростанция, еще раз вид. Значит, вот есть марзал, добывая труба, самая высокая в Украине, и две агродерни, которые обслуживают этот объект. Это более близкое изображение. Вот четыре турбоагрегата. Вот сама конструкция. Но если вот трудно разобраться с тем людям, которые не бывали на электростанциях, значит, вот, по сути дела, сама конструкция фундамента располагается. Это контур фундамента, монолитного фундамента, массивно-монолитно-рамного типа. Сверху, вот здесь кожух есть, это находится турбина. Значит, с одной стороны, есть опорная часть, опорный подшипник, это первый опорный подшипник, затем второй опорный подшипник, где опирается ось турбины вала. В этом же опорном подшипнике ось турбины вала сопрягается с осью ротора генератора, и далее вот располагается генератор. Ну, видите, очень множество разных трубопроводов, разных коммуникаций, которые затрудняют доступ к конструкциям. Ну, вот проблема возникла. Значит, в чём была суть проблемы? Это была первая турбина, которая возводилась на этой Озоевской электростанции. Это новая электростанция, построена уже в новом месте, есть старая, построена по ленинскому плану Гойл-Ро, есть новая электростанция. Значит, в период запуска турбины, когда происходит постепенное разогревие, выход на режим, за счёт нагрева турбины, её ось вала удлиняется примерно на 40 миллиметров. Естественно, эти деформации должны были быть обеспечены опорными конструкциями, что и делалось. Ну, у данной турбины возникала проблема. При определённых скоростях уже оборота турбины начиналась сильная вибрация, иногда эта вибрация приводила к остановке, к аварийной остановке процесса запуска, иногда они проходили этот режим. С чем это было связано? Как правило, все эти аварийные остановки с запуска и перегрева подшипников происходили в зимний период эксплуатации. Это была для нас одна информация, которая говорила о том, что может являться причиной. Когда Зуевская электростанция входила, то есть была как бы объектом государственной собственности, тогда к нам часто обращались за теми или иными, с теми или иными вопросами, мы их решали. Когда перешла она уже в частную собственность, стала уже структурой ДТЭК, Донецкой топливно-энергетической компании, в ту же структуру был введен еще такой институт, как Донецк Теплоэнергопроект. Ну, в общем-то, им в первую очередь давали задания, чтобы разрешить те или иные сложные ситуации. Ну, специалисты занимались несколько лет и, в общем-то, не смогли разгадать, в чем причина. Когда уже к нам обратились, мы довольно быстро, когда изучили эту историю, так сказать, службы этого сооружения и все проблемные ситуации, мы, в общем-то, быстро для себя определились, что проблема является неравномерный нагрев конструкции рамного фундамента, ну и довольно быстро мы убедились в том, что мы были правы. Но в чем там была особенность? Значит, вот эта опорная часть, второй опорный подшипник, где опираются, где сопрягаются оси ротора и генератора, она чаще всего грелась, был наиболее интенсивный износ этого подшипника, его часто меняли. Значит, когда мы осмотрели, значит, рядом, ну давайте я покажу вот эти конструкции, вот рамная конструкция фундамента, вот здесь первый подшипник, вот здесь в этой зоне находилась турбина, вот здесь второй подшипник, и далее пошла уже ось генератора. Так вот, в этой части, значит, трубопроводы высокого давления с паром подавались вот со стороны первого подшипника, потом они отрабатывали энергию пара над турбиной, и затем уже отработанный пар по трубопроводам уходил в конденсатор и дальше в оборотный цикл водоснабжения. И вот трубопроводы этого пара, перегретого, но все-таки этого пара сильно нагретые, они приходили непосредственно в близости от ригеля рамы, непосредственно в близости. По нормам полагалось, чтобы там зазор был не менее 100 мм, а так, в общем-то, на других турбоагрегатах там зазор был 350 мм. Это позволяло теплоизолировать трубопроводы, поставить теплозащитные экраны с тем, чтобы не нагревалась односторонняя боковая поверхность ригеля, то есть принять некоторые меры. В данной ситуации зазор был где-то примерно 60 мм, естественно, вот в этом небольшом зазоре невозможно было сделать необходимую теплоизоляцию, и, естественно, нагрев был односторонний очень сильно этого рамного фундамента. Ну, размеры сечений. Вот размеры ригелей были, можете себе представить, ширина метра, высота метр восемьдесят, так? Размеры сечений колонн метр пятьдесят на метр. Это довольно массивные конструкции, и даже небольшой перепад температур приводил к большим усилиям, которые возникали в конструкциях фундамента. Ну, и обычно вот для таких конструкций полагается вести мониторинг состояния этих конструкций, и там были предусмотрены изначально системы термопара с каждой стороны ригелей, колонн, по колоннам, чтобы на диспетчерский пульт выносилась информация по поводу того, как нагреваются те или иные грани конструкции, то есть, чтобы был контроль за этим. Но, когда мы стали смотреть, мы убедились, что по одной стороне термопары были все обрезаны, местные умельцы взяли, перекомментировали, и получилось так, что только одна сторона термопары выдавала данные на диспетчерский пульт, и там воспринималось как вроде бы две разные стороны, на самом-то деле это были одни и те же датчики, спокойно, никаких тревожных ситуаций не было, это была одна ложная информация, которая приводила к тому, что они могли долго разобраться, в чем причина. А эти информации были довольно существенны, они приводили к перекосу рамы, естественно, перекосу опорного стола, перекосу подшипника, отсюда и другие его режимы работы, отсюда и вибрация была сильная, перегревы, и аварийные порой остановы были турбоагрегаты при его запуске в эксплуатацию. Особенно эти остановы были часты в зимний период или либо в тот период, когда нужно было быстро ввести из резерва этот турбоагрегат и впустить его в работу. Они уже приспособились, владельцы этого объекта, так сказать, станционники, в летний период они очень плавно, 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 плавно разогревали, когда перепад температур был не столь велик, они смогли выводить на режим. А вот в зимний период, когда нужно было резко ввести его в эксплуатацию, возникали все эти проблемы. Цель работы была понятна, выяснение чрезмерных деформаций, смещений перекосов. Задачи, которые мы решали, в принципе, было три главные задачи. Это разработка методики выполнения натурных исследований за деформациями конструкции ригеля и опорного стола. Далее, определение расчетными методами характеристик напряженно-деформированного состояния элементов конструкции. Ну и далее, анализ результатов и разработка технических решений по устранению этой ситуации. Мы разработали такую систему, что поскольку и турбина, и генератор были закрыты защитными кожухами, то есть доступ был ограничен, то к опорному столу были прикреплены такие вот консольно-приваренные рамы, а к ригелю была приварена стойка. И в двух уровнях мы разместили нити пробегового бомера, закрепили пробегомеры к неподвижной на этот период под краной обалки. В этот период было запрещено перемещение всех мостовых кранов, поэтому она была вообще-то неподвижная. И вот на этапах разогрева мы стали следить за деформациями вот этих конструкций, которые как бы консольно выступали и были жестко связаны с опорными конструкциями. И по разнице деформации в предположении плоского поворота мы могли оценить деформацию уже опорного стола. Ну, в общем-то, расчетными методами. Вот такие схемы деформации, которые происходили по данным показаниям. И вот разные деформации по высоте, которые мы измеряли, и потом мы могли прогнозировать, исходя из плоского поворота, как я уже говорил, деформации на уровне опорного стола. И мы выяснили, что действительно были серьезные перекосы опорного стола, связанные с температурными деформациями колонн и ригеля. И причем эти углы перекосов были, превышали примерно в полтора раза, предельно допустимые заводам и изготовителям для этих конструкций. Значит, вот мы сделали анализ показаний приборов. Вот в 2 часа ночи, условно, ну, в 2 часа ночи был начат запуск, разогрев турбина, в начале шло плавно, пока котел прогревался, пока в начале был, так сказать, один режим. Потом уже, когда котел прогрелся, резко начиналось увеличение скорости вращения турбины. и вот показатели всех приборов, они, в принципе, все показали, в общем-то, согласующиеся результаты, о том, что вот после того, как увеличивались уже обороты двигателя, и вот горизонтальное смещение элементов рамы существенно увеличивались, и эти перемещения приводили к тому, чтобы возникали некоторые углы поворотов для этих вот характерных точек работы, для этих периодов работы агрегата. И, в общем-то, это было ответом на вопрос, почему возникали такие проблемы. В расчете мы взяли, заложили для элементов конструкции, для колонн и для ригелей, заложили поле температуры по данным измерениям, натурным измерениям по термопарам, и сделали грубые, приближенные расчеты предположения упругой работы. Здесь не надо было точно, надо просто было выяснить диапазон получаемых величин и, главное, разницу деформации грани, чтобы оценить вот эти перекосы. Потом мы выполнили попараллельно еще расчеты с помощью программного комплекса ЛИРА, где уже более детально заложили все эти данные, показали большую температуру нагрева той зоны, где она действительно подвергалась нагреву. Получили, значит, данные о деформациях, неравномерной деформации, естественно, получили всю эту необходимую информацию, которая подтвердила наши результаты натурных измерений, ну и общая рекомендация. В принципе, научный результат здесь был такой, что мы просчитали вот эту конструкцию и далее допустимый предел температурного перепада, который можно было бы легко контролировать диспетчером по данным, по термопарам, который можно будет допускать, чтобы конструкции работали исправно, и не было таких нештатных ситуаций. А уже их была задача выдержать этот температурный перепад. Ну а какие были решения? Они были очень простые. Значит, нужно было повысить эффективность работы системы охлаждения. Там были предусмотрены системы радиаторов, но эти радиаторы давно уже не использовались, потому что по данным приборам, которые выходили на диспетчерский пульт, ригель был нагрет равномерно, не было необходимости заниматься его еще односторонним охлаждением. Поэтому те трубопроводы давно уже прожавели, и они были не герметичны. Значит, была восстановлена новая система охлаждения с помощью радиаторов, были поставлены защитные экраны, и вот после этого уже два года, две зимы, проблем нет, все работает, все исправно. Это как раз иллюстрация того, что температурная деформация довольно значима, просто надо их грамотно учитывать в работах конструкции. Все, спасибо. Спасибо большое за доклад. Вопросы какие есть докладчику? Владимир Алексеевич, вопрос, пожалуйста. По второй части один вопрос. Не приносит ли эти ваши перекосы, нежелательные деформации, какое-то влияние грунтового основания? Ничего не скажет. Видимо, общая плита, опирающаяся на грунтовое основание, динамика и желание грунтового основания там неравномерно не будет. Давайте так, с момента ввода в эксплуатацию этого турбина до момента решения проблемы прошло 30 лет. Уже деформация давно стабилизировалась. И вот тот факт, что мы когда сделали, предложили вначале гипотезу, что связано с температурными деформациями эта проблема, мы ее потом смогли решить. И когда выровняли температурные перепады, уменьшили температурные перепады при нагреве ригелей, проблема исчезла. То есть это говорит о том, что, наверное, это был значимый фактор. Вы не забыли, что есть грунтовое основание, есть, соответственно, проблемы с ним. 30 лет стабилия нагрузки уже даже особо понравилось. Понятно, спасибо. И по первой части я только-только немножечко застал сначала. Действительно, вот густи трубы, где были показаны, но это уже даже не трещины, это что-то такое, рука прорезет. Это я обращаю внимание. Да-да-да. Это трубы коксохим заводом. Там цикл работы такой, дымовая труба запускается совместно с батареей, на 25 лет неправильно работает, после этого батарея останавливается, разрушается, до основания разбирается по новой строительке. Нет, это понятно. Я оттого вам хочу спросить. Вот труба 30 лет работает идеально, стабильный режим, проблем нет. Вот период остановок, а он обычно длится где-то 2-5 лет, пока там новую батарею построят, вот период остановок стоит холодное, рядом находится басна тушения кокса, влажное тушение кокса, и когда это пары, клубы, пара, агрессивно, там, кислоты, фенол и так далее, они зимой древопотоками, ручьями стекают по этой труде, которая перед этим высохла. Она впитывает всю эту среду, эта деструкция, она просто закономерна, она неизбежна во всех трубах. Все типичные трубы на коксах и заводах после остановки батареи, они загибаются в верхушке. Мы сюда рекомендуем, вы подогреваете. Я хочу о другом спросить, извините, чтобы не терять время. В верхней части, гуськи трубы образовались, ну, типичные трещины от, явно, от температурных воздействий, равномерный разогрев. Вы сказали, что температура там достигает значения до, там, или свыше 350 градусов Цельсия. Но это же не верху. Ну, это температура газа, температура поднима газа. Она будет меньше, она будет меньше, но все равно это высокая температура. Это высушивается футуровка, высушивается ствол, но погибаются они, повреждаются наиболее сильно в период остановок, когда они стоят, и когда они высохли за 20 лет, а потом они начинают пить, то есть улагу, агрессивную, влагу, снять. Ну, понятно, то есть гуськи там значительно меньше перепад. Конечно. А трещины просто страшные. Конечно. Спасибо. Там не трещин, там спазные уже разрушения. Спасибо. Есть еще вопросы? Да, Рашель Александрович, слушаю. Уважаемый Владимир Иванович, продолжу вопрос Владимира Алексеевича в отношении грунтового основания. При динамических воздействиях в том числе происходит изменение характеристик грунтов. Так называемые, включаются так называемые динамические характеристики. Вот учитывалось ли вот это изменение характеристик для дальнейшей эксплуатации. В отдельных условиях грунт может упрочняться, а в других случаях может разупрочняться. Я не знаю, какие виды у вас, ваших грунтов, но учитывалось ли этот момент для экстраполяции дальнейшей работы сооружений. Мы там не учитывали, но мы знали, что там очень плотные грунты. Владимир Иванович, микрофон, будьте добры. Это построено в зоне песчаника, плотных песчаников, и там, в общем-то, эта проблема, она изначально не просматривается. Да, если песок, то это да. Да, это изначально. Согласен. Все, спасибо. Нет, это на возвышенности. Вот старая станция в районе реки Зуевки, вот там есть пруд охранитель, там вода есть. А здесь на решение этого не было. Владимир Иванович, у меня вопрос инструментального контроля, просто интересно. Вы, так сказать, что все измерения провели термопарами? Термопарами. Измерения перепадок температуры? Нет, термопары, это у них были инвентарно, на станции, они были умонтированы, это обязательно был элемент контроля за... А помимо этого, вы измерения свои проводили по температуре нагрева? Да, проводили. А чем? Первый метр. Я помню. Спасибо. Вопросов, я вижу, больше вроде бы нет. Спасибо большое за доклад, очень интересно.